В июне 2011 года вступил в силу закон, запрещающий продажу кодиносодержащих препаратов в аптеках. И теперь приобрести эти лекарства можно только по рецепту врача. Это программа «Законный интерес». В студии Екатерина Игнатьева. Здравствуйте. Инициатором нововведения стала Федеральная служба контроля за оборотом наркотиков. Это связано с тем, что КДИН часто употребляют не по назначению. Однако не все жители Саратовской области отнеслись к закону положительно. Многие до сих пор пытаются купить лекарства без рецепта. Для того, чтобы избежать незаконной продажи, сотрудники прокуратуры контролируют абсолютно все аптеки региона и регулярно проводят специальные рейды, выявляя недобросовестных предпринимателей. Проспект «Энтузиастов» – одна из центральных и наиболее оживленных улиц заводского района. Здесь на небольшом расстоянии друг от друга находятся сразу несколько аптек, сотрудникам которых сейчас предстоит пройти проверку на соблюдение российского законодательства. Это Сергей – местный житель, он же подставной покупатель. Под пристальным вниманием сотрудников прокуратуры и госнаркоконтроля попытаются купить в аптеке запрещенные препараты. Лицо Сергея мы показывать не можем, поэтому снимаем со спины. Девушка, дайте мне, пожалуйста, сорвенеть каплю, давай. Извините, этот препарат у нас только по рецепту отпускает. Первая неудача, и Сергей выходит с пустыми руками. Фармацевт оказалась хорошо знакома с законом, согласно которому все лекарства делятся на две категории – отпускаемые по рецепту и без рецепта. Считается, что первые безопасны для использования лишь под наблюдением врача, поэтому их продают только по его письменному предписанию. Сегодня в список запрещенных для свободной продажи входят все кодеиносодержащие препараты. Кодеин – природный наркотический анальгетик. Применяется при острых болевых синдромах, травмах, онкологических заболеваниях. Облегчает страдания тяжелобольных, но вызывает сильнейшую лекарственную зависимость, а также множество других побочных эффектов. А 7 лет назад кодеин стали активно использовать и без прямого назначения. Лекарства превратились еще и в ингредиент для приготовления дешевого, но при этом опасного наркотика – дезаморфина. Дезаморфин, он же крокодил. Сильный кодеиносодержащий наркотик. Может изготавливаться в домашних условиях. Последствия употребления, поражения внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, глубокие незаживающие язвы, хронические зависимые, как правило, не поддаются лечению, живут не более трех лет. Прокуратура интересует все каналы распространения наркотика. Кто, как и для каких целей приобретает кодеин. Сотрудники надзорного ведомства отслеживают работу всех городских аптек, чтобы понять, возможно ли в Саратове купить лекарства без рецепта. Зачастую недобросовестные предприниматели, аптекеры, для того, чтобы получить прибыль, эти препараты распространяют. И этот вопрос, он постоянно находится на контроле прокуратуры города. Наш покупатель Сергей направляется в следующую аптеку. Вспоминает, еще год назад купить лекарства без рецепта здесь было вполне реально. Сейчас шансы 50 на 50. Что вы сейчас собираетесь купить? Сейчас попробуем купить капли глазные, тропикамид, димедрол. Попробуем купить самые более распространенные, что сейчас берут. Попробуем, сейчас спросим. Почему именно эти препараты? Потому что они в основном пользовались спросом, так сказать. Пара минут ожидания и снова мимо. Сергей выходит без покупки. Попробую купить, спросил, что якобы даже надо бабушке, что у меня даже есть рецепт и сказали, что таких лекарств они не заказывают. Неужели больше никто не нарушает законы? В аптеках все строго по правилам. Об этом мы спросили у обычных прохожих. Я уже 9 лет как не хожу по аптекам. Только жена берет, я слепой. Если препарат нельзя, если он так никогда не отдал. Вот я не нарывалась. Только тогда, когда он разрешается. Не дадут. Не дадут? Вот мне пентаген-то надо было такой белый, не дали. Да нет, конечно, не продали. По рецепту дали. А без рецепта что мне? Я же надо искать, чтобы сделали пенсионеры. И так почти единогласное мнение жителей. Купить лекарство без рецепта невозможно. Но они ошибаются, что может подтвердить вот этот мужчина. Несколько минут назад он без проблем купил в аптеке все, что захотел. Демидрол, лазепан, шприц и нафтезин. Это продали мне без рецепта. Скажите, а для чего вы приобрели данную продукцию? Для себя. Для употребления. Употреблять, скорее всего, собирался не по прямому назначению. Потому как рецепта в кармане не оказалось. Впрочем, он и не понадобился. Сотрудники аптеки оправдываются. Какие к ним могут быть претензии? Тогда снимайте врачей, которые вообще рецепты не выписывают. Да начните с этого. Ну, получается, у нас не один. У нас тогда без рецептов, знаете что? Травы, витамины и еще несколько препаратов. Сотрудники аптеки поясняют, что их уговаривают, просят. Но вместе с тем это не является основанием для того, чтобы продавать данный препарат. Теперь за нарушение ответят и руководители аптеки, и фармацевт, который отпустил лекарство без рецепта. Штрафы за это не маленькие, от 40 тысяч рублей. Очень действенные меры, говорят в прокуратуре. Поэтому и нарушений с каждым годом становится все меньше. Сегодня из 10 аптек заводского района нарушить закон решили только в одной. В том, что из 10 аптек только в одной продали, непосредственно это очень хорошая динамика. Потому что в прошлом году из 5 аптек, которые были исследованы, в двух аптеках был реализован препарат, который должен продаваться только по рецепту. За прошедший год в Саратове вырубили около 200 деревьев. Причем если некоторые спилили вынужденно, чтобы посадить на этом месте новые, то другие уничтожили незаконно. Соблюдение природоохранного законодательства – одно из приоритетных направлений работы прокуратуры. Сотрудники ведомства следят не только за парками и скверами, но и за обычными зелеными насаждениями. Однако чаще всего с жалобами в отзорный орган приходят сами жители. Один из таких случаев произошел совсем недавно в заводском районе Саратова. Несмотря на то, что этот участок улицы нельзя назвать полноценной зоной отдыха, как говорят местные жители, летом здесь вполне живописное место. По крайней мере оно таким было, пока зеленые насаждения не превратили стихийную свалку в срубленных деревьев. Посмотрите, сколько тут валяется разных деревьев. Это, конечно, очень возмущает нас, жителей этого района. Возмущен такими внезапными преображениями. Дмитрий родился и вырос в этом районе и хорошо помнит, каким он был, пока не начали вырубать деревья. Летом здесь можно было на пикники устраиваться, просто этого мусора не было. Мы сейчас здесь с друзьями гуляли и, в общем, здесь было красиво, не было видно этого оврага. Деревья спилили в начале января. Пока только два больших тополя. Но местные жители недоумевают, неужели на этом коммунальщики не остановятся. Мы боимся, что на этом они не остановятся. И сейчас они срубили два тополя, то завтра, может быть, они срубят и эти оставшиеся тополя. Несколько недель назад заводчане написали обращение в районную прокуратуру. Выяснилось, деревья вырубают из-за строительства по соседству жилого дома. По данной информации прокуратура проведена проверка. Информация подтвердилась. Материалы проверки, свидетельствующие о совершении преступления, направлены в отдел полиции номер 2 по заводскому району. И указанным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 260, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная вырубка или повреждение до прекращения роста лесных насаждений деревьев, кустарников, лиан. Наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы или принудительными работами на срок до одного года. Ущерб природе специалисты оценили почти в 27 тысяч рублей. Но сумма может вырасти, если застройщики продолжат уничтожать зеленые насаждения. Пока же заверяют, хуже здесь точно не будет. Мы берем на себя обязательство этот овраг отблагородить и засадить, согласно строительного генплана и плана благоустройства, засадить зелеными насаждениями. То есть практически, и здесь сделать асфальтовую дорогу, практически благоустройство, то есть овраг уже на благоустройство это не повлияет. Будет прекрасная пешеходная зеленая зона. В свою очередь сотрудники надзорного ведомства продолжат следить за экологическим конфликтом параллельно и за всеми зелеными зонами района, а их в заводском районе с каждым годом только прибавляется. Сегодня мы рассказали о том, как сотрудники прокуратуры борются за законные права и интересы граждан. Благодаря их оперативным действиям удается вовремя выявлять места незаконной продажи лекарственных препаратов и контролировать состояние зеленых зон Саратова. В следующих программах вас вновь ждут громкие судебные разбирательства, откровенные интервью, высокий профессионализм сотрудников и реальные герои. И на этом у нас все. Мы желаем вам только законных интересов.